здравствуйте дорогие друзья представлюсь меня зовут михаил прожидать я доцент теоретической информации информатики в томском государственном университете один из предметов которые я видел со студентами это операционные системы ну по жизни воле случая 20 лет я занимаюсь операционными системами на ядре линукса хотел бы прокомментировать ну как бы может немножко осветить ту обстановку которая сейчас сложилась связи с последними событиями мы естественно не рассматриваем причины природу но очень актуальный стал вопрос так называемого импортозамещения поскольку в мире линукса наблюдать за происходящим очень интересно я вижу что у многих происходящие события вызывают самые противоречивые чувства и ужас и страх где-то наверное негодование потому что совсем привычные программные пакеты как минимум в легальном плане стали доступны они конечно можно приобретать до сих пор легально но это очень трудно ну и тем более что собственно со стороны руководства нашей страны посылается сигнал о том что надо использовать импортозамещенные продукты в серии отечественных операционных систем значит наблюдать за этим конечно было очень интересно на правах шутки конечно еще 15 может даже больше лет назад многие конференции начинались с утверждения что наступит тот день когда будет недоступны операционные системы семейства windows мы как бы вот к этому надо подготовиться ну естественно все конечно посередине относился к сожалению события сложились таким образом что это конечно это решение было целиком принято корпорации но еще раз хорошо подчеркнул что мы не будем анализировать причины и саму природу исчезновения операционных систем семейства windows значит примем все это как данное когда моя реальность и собственно говоря подумаю как в этой обстановке я честно скажу я не буду защищать ни одной из сторон даже вот будучи постараюсь может быть немножко раз преснить картину то есть кто мы такие вот только вот эти вот это самое почему вот собственно сейчас там них хотят свести весь свет киевам и так далее татьяна будьте добры пожалуйста второй слайд подкройте значит прежде всего когда мы говорим про различные мероприятия про различные мероприятия импортозамещения у нас очень часто фигурируют несколько так называемых отечественных операционных систем на слайде вы видите условно говоря перечень самых известных из них их на самом деле существенно больше оценки сколько их же на самом деле они тоже очень разные потому что можно взять на существующую операционную систему немножко там отправить получится как будто бы еще одна и все они на ядре линукса значит они все на ядре линуксе из тех которые ну такие из тех которые относятся к категории операционных систем общего назначения потому что в частности лаборатория касперского есть специализированная операционная система они в общем-то тоже как отечественные импортозамещенные они не на ядре линукса и скорее всего в обычной жизни с ними столкнуться будет достаточно трудно я думаю что вы наверное конечно знаете что если речь идет про государственные учреждения ну либо вообще-то про какое-либо юридическое лицо связано с бюджетными средствами то очень часто возникает вопрос что кто же такой реестр отечественного отечественного программного обеспечения или реестр российских программ если вы интересовались вопросом импортозамещения скорее всего вы с этим реестром сталкивались и не буду так сильно воспроизводить его назначение ну смысл такой что если вам государственные учреждения соответственно нужно поставить закупить закупить некоторые некоторые программы обеспечения то вы должны отдавать приоритет именно программным продуктом из реестр российских программ значит эта история естественно тоже у многих вызывает своего рода вопрос а в общем случае у линуксоидов вопросом вызывает не меньше чем о тех кому приходится с этими не дело потому что то что мы там называем именно российскими программами тут надо понимать правильно то есть это российские программы права на которые российских статусе составного произведения с юридической точки зрения то есть в российской юрицу обладает некоторыми правами на составное произведение но те части из которых подобное произведение составил они могут приходить из самых разных мест по миру это какие-то открытые проекты во многих из них в общем то нет конечно не с точки российского хода но самое главное то есть это программные проекты с открытым исходным кодом то есть как минимум у нас есть доступ в этом смысле конечно очень трудно в точности сказать что же такое российское программное обеспечение если многие продукты они состоят из какого-то открытого кода который мы получили из-за рубежа и споры на эту тему идут но на самом деле вопрос не вредим почему по факту конечно получилось такая катана себя в этом вопросе значит естественно что все мероприятия были направлены были направлены в сторону сделать хоть что-нибудь возможно это надо понимать очень хорошо значит почему операционные системы почему все то что мы называем отечественной операционной системы это по факту различные варианты именно а линуса просто абсолютно так сказать прагматически ничего другого нет ну то есть был большой опыт коллег из кнр китае других стран в принципе по факту ни одна страна в настоящий момент не способны создать свою полноценную операционную системе ни одна страна коллеги из кнр по факту идут тем же самым путем в китае есть несколько национальных операционных операционных структур они все точно также значит по факту здесь вопрос Вопрос не в идейной стороне, то есть оно именно российское, программное обеспечение, а по факту, что мы в принципе не можем предпринять каких-либо иных мер. У нас в принципе нет абсолютно никаких вариантов. Значит, мы сейчас поговорим, в каком состоянии Linux к нам пришел, но тут самое главное надо понимать, мы все это берем в таком состоянии, в каком это был. В каком это был. Никто на это по большому счету не закладывался на все сейчас происходящие события. Ну и собственно просто мы получили то, что хоть как-то в принципе позволяет нам выработать какой-то комплект программ. То, что в основе лежат программы с открытым исходным кодом, это в принципе явление вообще само по себе хорошее. История с публикацией исходного кода – это история позитивная по многим причинам. Ну естественно, конечно, что если исходный код открыт, в общем случае на него очень трудно распространить санкции. Ну свободных лицензий тоже несколько, там неоднородное правовое пространство. На некоторые свободные лицензии санкции тоже можно распространить, но это такие прецеденты, которые пока что ничего не bear. Ну естественно, что мы можем брать этот исходный код и сделать из него какие-то продукты, которые нам нужны. Вот в такой, собственно говоря, обстановке и рождаются отечественные программные продукты. Надо отдать должное, люди, которые занимаются в России их разработкой, они в общем случае достаточно добропорядочные, конструктивно настроенные. Значит, стандартная реакция, я понимаю, сейчас в школах стали появляться компьютеры и не надеяться на операционную систему, народ, конечно, просто в шоке, ну если так сказать, в открытии. Никто не понимает, как на этом нельзя работать, очень много чего-либо нового, привычные программы не работают, ну всем кажется, что это кто-то сделал специально, так сказать, злонамеренно. Ну ясно-чудорно сказать, что это не было сделано злонамеренно. За всем этим стоят люди очень даже, ну как сказать, настроенные серьезно и конструктивно. Другое дело, что вид очень-очень мало. Очень сильно мало. Естественно, что мы должны воспроизвести результат, которому, ну как, наши западные коллеги шли десятилетиями, огромными компаниями. Вот, мы взяли то, что фактически было нам доступно, то, что мы могли взять, но количество людей, во-первых, которые в этом хорошо разбираются, которые могут что-то сделать, оно сравнительно небольшое. Ну, собственно, получилось, спасибо. Татьяна, будьте добры, по-моему, в третий слайд такой. Немножко правильного позиционирования о том, что такое Linux. Значит, здесь на слайде приведена схема. Схема о том, какую вообще роль занимает Linux в привычных операционных системах. Значит, я, во-первых, должен всех в каком-то смысле, ну, не знаю, обрадовать или расстроить, ну, практически все из вас, хоть как-то сейчас находятся в информационном пространстве, некоторые из вас вполне себе уже Linux-оиды, другая, оставшаяся часть, как минимум, Unix-оиды. Значит, Unix, чисто исторически, это семейство операционных систем. У него был некогда общий прародитель. Фактически, единой операционной системой Unix перестал быть, известно, там где-то в районе 1978 года. Он быстро распался на несколько отдельных ветвей. Из них, в общем-то, исторически были две ветви, большие, BSD и System 5. Linux, как таково, не принадлежит ни к одной из них. На основе BSD, в конце 80-х годов, небезызвестный вам Стив Джобс, разработал операционную систему NextTap, в тот момент, когда он был вне предел корпорации Apple. И, вернувшись в Apple, на основе операционной системы NextTap, он разработал, во-первых, новую основу, которую принято сейчас называть Дарвином. Эта основа легла... Этот продукт лег в качестве... используется в качестве основы в операционных системах MacOS, нынешних, которые раньше были MacOS, с пиксами, и всей мобильной техникетой. То есть, в основе операционной системы iOS, на которой работает iPhone, iPad, находится некоторая кодовая база, которая когда-то была операционной системой. Ну, то есть, мягко говоря, что основа-то неплохая. Неплохая. Linux, при том, что он совместим с Unix по многим вопросам, не имеет каких-либо связей с кодовой базой статистического Unix. Это достаточно странная история, которую начал известный в узких кругах финский программец Linux Parts. И в каком-то смысле Linux можно рассматривать в двух пятигодиях. Некоторые, опять же, достаточно хитрые корпорации, воспользовались ядром Linux'а и на его основе разработали еще дополнительные операционные системы. Самые известные из которых, естественно, Google Android. То есть, те люди, которые пользуются Google Android, они на самом деле Linux'а. Ну, это, конечно, образно, несколько упрощаем, сообщаем. Но Google Android находится в таком положении, что его ядерная часть, не пользовательский, так что, если именно ядерная часть, это ядра Linux'а. Еще одной операционной системы, уже чисто, ну, как, не чисто, но отечественной, тоже построенной на базе ядра Linux'а является операционная система Aurora от Ростелекома, которую пока что никто в током не видел, но говорят, что в ноябре сейчас должно быть в продаже поступить. Устройство на базе операционной системы Aurora, ну, которое, наверное, можно приобрести. Другим направлением от развития Linux'а стали системы, которые принято называть GNU Linux, то есть, это ядерная часть Linux'а, совмещенная с наработками проекта GNU. К ним относятся большинство Linux-дистрибутивов по миру, GBA, Nubuntu, Рокат и прочее. И к ним же, в строгом смысле, относятся все отечественные операционные системы. Вот, Bazalte-Sport, Redos, Astra и так далее. Таким образом, чтобы немножко как бы правильно понимать полумус чудовищный Linux, как за ним можно пользоваться, почему он нас заставляет это делать. Пользоваться-то не можно, пользоваться-то не можно, потому что как основа, как ядерная часть, собственно говоря, фундамент, на котором строятся операционные системы, Linux вполне неплох. Ну, собственно, как и большинство униксоидов, я думаю, что с учетом того, что сейчас происходит, никаких сомнений в этом быть не должны. то есть мы, конечно, говорим про архитектурные особенности, мы не говорим про ту картинку, которую увидит пользователь, мы говорим именно про архитектурную основу и так далее. Причем из вот этого рассказа я полностью выбросил все вопросы, связанные с разработкой сетевых сервисов и сервисных продуктов. Там ситуация полностью противоположная ситуации с настольными компьютерами. Windows применяется крайне редко, но применяется не в таких масштабах, а позиции различных вариантов уникса, они как раз достаточно сильнее, сильно сильнее, чем аналогичные позиции у Microsoft Windows. Если вы попытаетесь осмыслить все происходящее, вы наверное поймете, что каждая из больших корпораций, каждая из больших корпораций, которая воспользовалась архитектурным фундаментом беде Unix, сама разрабатывала пользовательскую аналогичную. Будь то у Google Android, будь то iOS и так далее. История у его сообщения достаточно долгая, потому что там лежат наработки Стива Джобс опять же еще со времен его работа в компании Next. Их несколько раз переписывали, зарабатывали в той кодовой базе, которая сейчас находится в составе iOS. Я не знаю, лет тоже уже наверное больше 20, точно. Там можно много спорить. Насколько больше 20, не больше 20. То есть это конечно все очень быстро появляется. Точно так же, как и Google разработала свою собственную интерфейсную часть под Android и многие производители телефонов еще так и норовят ее дополнительно модифицировать. Татьяна, давайте пожалуйста откроем четвертый слайд. Вот теперь мы давайте будем подбираться к самой главной драме, которая является своего рода корнем всего того безобразия, с которым сейчас люди сталкиваются при работе с отечественными традиционными системами. Я буду верить, что я вас убедил в том, что Linux как основа, как фундамент неплохая. Другое дело, что когда мы говорим про настольные традиционные системы для базы Linux, мы должны столкнуться с фактом, мы должны столкнуться с фактом, что под эти операционные системы нет полноценных стандартов и каких-либо компонентов предназначенных для разработки оконных приложений. Они, конечно, в каком-то смысле не то, чтобы их совсем не было, ну что-то же на компьютере стоит, но если мы говорим про Microsoft Windows, Microsoft Windows есть достаточно хорошая основа, есть в его роду очень четкий стандарт, его можно условно обозначить, как интерфейс разработки приложений, вот, таких, оконных, прикладных, и надо отдать должное нашим коллегам Microsoft. Они прекрасно умеют этот стандарт удержать зафиксированный без каких-либо ну, как программисты говорят, без каких-либо разломов, то есть без потери совместимости. Приложение, написанное с использованием интерфейса в WinAPI, в Windows будет работать уже близко к тому, чтобы говорить, что оно будет работать десятилетиями. Это грандиозный результат корпорации Метрософа. Это грандиозный результат корпорации Метрософа. Фактически, если все вот это вот дело развить, то все происходящее, все негативные особенности происходящих событий, так или иначе сводятся к этому факту. Почему в Linux системах такого нет, мы сейчас еще поговорим. Но как факт. Значит, в Linux нет каких-либо ясных соглашений и стандарт по разработке оконных приложений. Консольных, серверных, все пожалуйста, без проблем. С оговорками, но сильно лучше, чем та же самая ситуация в мире оконных приложений. теперь представим себе, допустим, я был бы какой-нибудь российской компанией, которая готова потратить не за условный миллиард рублей для того, чтобы разработать какие-то приложения, полезные пользователи. Полезные пользователи приложения. и вы не поверите, я не смогу этого сделать так, как я мог бы сделать для Microsoft, просто потому, что нету инструментария, который позволял бы мне это приложение в компьютер. Я же не буду писать с нуля все элементы оконных интерфейсов. Звучит, конечно, очень смешно, но некоторые, вообще говоря, большие Linux-ные приложения именно это и делают. То есть, в частности, графический редактор GIMP, который вызывает обиднейшие споры и обсуждения, для того, чтобы начать развиваться, сначала подготовил свою библиотеку оконных элементов в правлении. Ну, и это не единственный пример. Более того, сама по себе оконная система в Linux-е, она неоднородна и существует несколько ее реализаций. Но я сейчас не буду вдаваться подробно технические термины, понятия оконного менеджера, настроенного окружения и так далее, но смысл один. Их большое количество. Значит, если говорить про то, что сколько их всего, там два больших, штук пять более-менее известных, включая два больших, ну, а всего, если там посмотреть в интернете список реализации оконных менеджеров, ну, их, чтобы 30 не меньше, а в общем случае, я думаю, что еще больше. Естественно, конечно, что у любой компании, которая пытается в России начать разрабатывать приложения под отечественную операционную систему, просто голова и ток. Значит, как решать эту проблему в точности никто не знает, но результат налицо. Приложений, необходимых приложений для отечественных операционных систем, в общем случае, практически нет. То есть, все, что поставляется в составе дистрибутивов, это, естественно, приложения, которые были разработаны различными международными группами увлеченных людей, чаще всего на некоммерческой основе, энтузиастов, просто инвестиций и эти приложения к нам попали просто такие, какие они на нужный момент существовали, без каких-либо намерений сделать что-либо конкретное. С проблемой отсутствия основы для приложения интерфейса сталкиваются многие сейчас российские разработчики, авторы российских сапсов систем автоматического проектирования, в частности, я общаюсь с коллективом одной из таких компаний, там, конечно, какая-то катастрофа. Если говорить про мобильную операционную систему Аврора, там где-то была новость, что от Аврора появился клиент для Телеграма. Прекрасно. То есть, это обсуждалось, это было событие. На Авроре есть клиент для Телеграма. Телеграма. зададите вопрос, не знаю, Гербанк онлайн, хоть что-нибудь. Как же операционные системы, хорошо. И вот это ключевая проблема, если подходить рационально. Естественно, есть некоторые потенциальные пути ее решения, из них пока что трудно выбрать какой-нибудь один конкретный, но чтобы у вас некоторые названия были бы, может быть, на слуху. Значит, библиотека QT. Библиотека для разработки просто-платформного приложения на языке C++, ну, не только на самом деле, преимущественно C++, которая выступает, как, может быть, самый главный кандидат в библиотеке для разработки каких-либо оконных компонентов. Это старая библиотека, ей тоже лет 20, она еще 90 годов развивается. С ней есть некоторые проблемы, во-первых, лицензионного характера, потому что у нее не совсем ясный правный статус, во-вторых, никто не может гарантировать, какое там, в течение какого времени ее текущая версия будет поддерживаться. Ну, в принципе, у нас в России нет ни одного юридического лица, который неслово за это дело ответил. Мы сейчас потратим миллиард рублей для того, чтобы разработать актомное приложение на базе QT, завтра оно прекратится его существование, засудить за это никому невозможно. Возвращаясь к истории с реестром отечественного программного обеспечения, следует отметить, что одна из функций его это установить юридическое лицо в России, к которому можно было бы обращаться за вопросом. Вопросом тех, кто пишет. Программный обеспеченный это не только продукт платеж, какая-то. ответственность это обслуживает. Ну вот реестр российских программ позволяет определить круг ответственных лиц. Поэтому QT как библиотека технически, наверное, не самая плохая, если уж сказать точнее, самая лучшая из того, что есть, но непонятно, в каком она статусе. библиотека Flutter это главный кандидат в качестве платформы для разработки мобильных приложений. Надо отдать должное, разработчики операционной системы Aurora очень четко создают проблему наполнения своей операционной системы приложениями, в частности эта библиотека она создавалась когда-то в компанию Google, корпорации Google, и сейчас пытаются адаптировать для операционной системы Aurora. Даже упомянут специализированные операционные системы от лаборатории Касперского тоже пытаются библиотеку начать подстраивать под себя. Ну, в появлении уже двух игроков что-то конечно нам обещает. Может быть действительно что-то получится. Vine, как принято говорить, это не эмулятор. Это очень специализированная конструкция, которая фактически является реализацией WinAPI на EDRi Linux. Не эмулятор, в том смысле, что код приложения, разработанного под Windows, может запускаться в Linux с использованием Vine, но именно программный код исполняется процессором напрямую. То есть, он не эмулируется, он исполняется напрямую, чтобы не складывалось нежное впечатление, говорить, что это не эмулятор. По-моему, хорошо работают игры, что многих радует, но настольные приложения работают 50 на 50. В качестве долгосрочного решения, наверное, рассматривать трудно, но в качестве какой-то такой траткосрочной подставки иногда срабатывает. Поэтому, конечно, в курсе надо будет. Ни одно из этих трех решений, которые я озвучил, сейчас не претендует, то есть, у одного из них нет ясного статуса, что это наше будущее и все, но мы за этим очень тщательно следим. Те многие вообще российские приложения, которые так и появляются, в том числе в реестре общественного пола, конечно, очень часто основываются на QT. Я не буду сейчас приводить конкретные примеры, чтобы не сообщить специализированных сведений, которые не так просто проверят. Но QT действительно, конечно, кандидат такой неплохой. Поэтому время покажет, что дальше. Татьяна, братьте, пожалуйста, пятый слайд. Ну, фактически мы с вами поняли обстановку, мы с вами вычленили ключевую проблему, а теперь своего рода некоторая апология венец ой. Ну, опять же, как сказать, обвинение сформулирую я сам. Корпорация Microsoft ответственная, состоящая из профессиональных программистов, которые ответственно подходят к проектированию и программных интерфейсов, и к их поддержке в течение долгосрочного периода. Почему коллеги из состава, так сказать, лидок сообщества не занимаются решением подобной задачи? Тут надо, конечно, понимать ситуацию достаточно правильно. Значит, то, что касается тех компонентов, которыми пользуются Linuxoide, сами Linuxoide, как раз ядерная часть, еще дополнительные инструменты, вы не поверите, они вырезаны в бой, как и слабо. Проблема в том, что Linux, именно как популярная разновидность Linux-системы, разрабатывалась программистом для программистов. То есть в течение, ну, не знаю, 20-ти лет уж точно, даты рождения Linux, наверное, можно назвать не наступил год, то в течение 20-ти лет Linux разрабатывался программистами фактически, ну, не знаю, осознанными, подсознательными, но по факту только для самих себя. Только для сих. О том, что, значит, этим могут захотеть пользоваться другие люди, а то так может быть даже на национальном уровне, никто не заботится. Linux-оиды, народ, ну, во-первых, они не такие ужасные, как они их часто рисуют, значит, это очень много и шуток, он не социальные манеры Linux-оидов, это все неправда. Пожалуйста, присоединяйтесь к каким-нибудь конференциям Linux-оидов, вы обнаружите, что там огромнейшее количество интересных, интеллигентнейших людей, многие из которых, опять же, университетские преподаватели, очень, ну, да, очень уличенных, там, если горячими глазами, ничего не социального, там нет, как правило, очень образованные, очень интеллигентные люди, которые действительно тратят очень много времени, чтобы сделать операционную систему, такой, которую мы сами считаем. И это операционные системы, точнее, они считают, что оконным интерфейсом пользоваться не обязательно. То есть те оконные системы, которые так или иначе сформировались, они были сформированы людьми, но стремящимися в каком-то смысле, опять же, из хороших побуждений, из хороших побуждений из Linux сделать Windows, но сделать его хоть как-то на что-то походу. Но сами Linux-ойды, true Linux-ойды настоящие, пользуются этим очень мало. Ну, значит, как фактор я систему, архомную систему запускаю достаточно редко. Тут, значит, появляется, конечно, большой, наверное, вопрос, простите, помните, в собачьем сердце, простите, на каком-то служил-то в очистке. Как-то же они существуют во всем этом мире, как-то же вот они все равно умеют решать задачи, документ могут составить, презентацию могут составить. Значит, да, могут. В частности, документы и презентации они составляют путем написания своего рода специальных текстовых файлов. в частности специализированных издательских системах тех, не только тех, которые позволяют сделать печатный материал. Ну, в частности, ту презентацию, которую сейчас я вам показываю, я сделал в самом таком настоящем линуксном окружении, в издательской системе тех и так далее. Рисунки, особенно такие схемы, диаграммы, все можно создать просто путем написания текстовых файлов по специальному соглашению. даже ту схему, которая у нас была на третьем свете, составила просто написан специальный текстовый файл. Если что, я не зрячий человек. Ну, если кто-то, ну, не знаю, навряд ли это должно быть понятно, вот, я не зрячий человек. Для меня, естественно, подобная возможность написать, сделать презентацию, подготовить какие-то дистаграфические материалы вообще являются абсолютно несправедливыми. Мне просто было чуменами на схеме, компоненты Linux мы ее рисуем. Ну, работая преподавателем, конечно, для студентов очень много презентаций надо делать, но никогда по большому большим проблем не возникает. Значит, для такого повседневного обычного пользователя как принято обычный пользователь, это, конечно, ужас. Полнейший ужас. Как можно любую диаграмму не хотеть ни мышкой ватерскине написать текстового файла. Тут плюсов очень много, значит, мы сейчас не будем их рассматривать, групповая работа лучше организуется, и контроль версии можно делать, становятся возможными вещи, которые для Windows просто кажутся пока что еще неизбыточными. Linuxoid это давно умеет делать, ну, вот распад из-за этого не такая. Как они работают на компьютере? Ну, конечно, очень активно используются на самом ужасном и страшном командном и строке. Плюсов у нее тоже очень много. Я, конечно, полностью понимаю, что для любого стандартного обычного пользователя не может быть никаким повседневным рабочим инструментом. Как факт, да, но если вы задаете вопрос, не просите, но господали Linuxoid, что уже нам делать в этой текущей обстановке, как это все работает. К сожалению, надо признать, и тут может быть какая-то несоциальная если Linuxoid все сработает, их этот вопрос занимает очень 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 то есть мы же пользуемся вот и вы пользуетесь о том, что невозможно пересадить большое количество офисных работников на те традиции юных систем академические, которые пользуются Linuxoid с 10-ти летним стажем, к сожалению, тех людей, которые активно занимаются разработки Linux-систем, эти вещи интересуют очень нас. То есть, я не знаю, как это похарактеризовать, свои задачи решены, решены. Обидно, что они не всем доступны, но простите, не все 20 лет жизни клали на то, чтобы разработать и так далее. Теперь надо превратить во что-то, ну, превращай, это приносит людям неудобства, да, приносит, ну, к сожалению, откликаются далеко не все. Ну, кто-то откликается, естественно, что по мере возможностей, но многие продолжают оставаться в стороне от подобного положения вещей. и в заключение нашей сегодняшней беседы Татьяна, будьте добры, пожалуйста, открыть шестой слайд. Очень краткие рассуждения, я понимаю, что они, конечно, практически ни о чем, все-таки, что можно предпринять для того, чтобы в сложившемся положении как-то жить, развиваться. Ну, значит, идеальное решение, конечно, научиться жить по традициям линуксоидов. Вам любой линуксоид скажет, мы же не против, чтобы вы стали такими, как мы. То есть, ну, научим, то есть, вам понравится, все это, все нормально. Вы должны учиться, вы должны полностью перестроить свою голову, все свои подходы к работе, вот, пожалуйста. Значит, не хотите, как хотите. Ну, понятно, я понимаю, что это абсолютно несуразная идея, что это полный, что это, значит, мы ничего не сделаем. Некоторые такие уже приближенные практически рекомендации рассуждения. Прежде всего, у нас есть технологии, которые своего рода кроссплатформены. То есть, это те технологии, которые не привязаны к конкретной операционной системе. Значит, самые из них может быть развиты и продвинуты, это приложения на базе виртуальной машины Джалла. смысл один. Операционных систем много, будет еще больше. У нас тут еще в каком-то смысле грядет переворот процессорный. Пара небезызвестных компаний AMD и NVIDIA через два года намереваются выйти на рынок процессоров на архитектуре ARM, на рынок процессоров настольных систем на архитектуре ARM. Фактически, это одулит накопленный комплект приложений. Это надо глубинно обновлять в Индус, но это огромнейшая эпопея. И с учетом растущей фрагментированности мира программного обеспечения, лучше, конечно, использовать технологии, которые позволяют разрабатывать программы без привязки к конкретной операционной системе. Но повторюсь, что Java это, наверное, технология номер один в этом деле. К сожалению, на Java нет полноценных офисных пакетов, а именно накопленный массив документов очень много что сдерживает. Очень многие документы, которые копились в десятилетии, корректно отображаются только в Microsoft Word и с этим хоть головой здесь ничего сделать невозможно. И на Java таких ключевых статистических приложений не очень много. Было бы много, может быть, сейчас бы мы вебинар не проводили. Не очень много, но если есть возможность использовать кросс-платформенные приложения на каких-то таких платформах, это лучше всего. Это сильно обезопасит вас от каких-то будущих переворотов. Надо отметить должное, что у нас на базе Java сейчас есть, ну, во-первых, в России есть компания, которая Java поддерживает, то есть не повторяется история с Qt, и на Java разработаны компоненты из критической информационной инфраструктуры. нашей российской, это, в общем-то, сильный плюс. По мере возможности, конечно, не игнорировать облачные сервисы. Если что-то вы можете со своего персонального компьютера переложить в область, я уж не знаю, что именно. То есть, на различные сервисы, через которые вы можете работать в браузере, но я понимаю, что это достаточно очевидная рекомендация. Но, как вариант, конечно, далеко не самый плохой. В частности, один из разновидностей это операционная система Chrome OS от корпорации Google, и, в частности, все проблемы, которые мы с вами обсуждаем, там решаются просто путем выполнения всей работы в облачных сервисах Google. Между прочим, как бы это странно не звучало, 60% в школьном сегменте в Америке Chrome OS есть. Это наша школа в поле основной виды. 60% школьных компьютеров в Америке, ну, правда, это цифра 2018 года, она, конечно, уже так подостарела, но в 2018 году 60% компьютерных школ были не Microsoft Windows. Ну, все необходимо компенсировалось использование подборных сервисов. И третья, может быть, такая абстрактная рекомендация, на которой Linux можно давно уже настаивать, это использовать программные системы как можно более простые. Когда пользователю Microsoft Windows становится хорошо, когда он видит навороченный интерфейс, навороченного рабочего стола, навороченными приложениями, вы задайте, ну, понятно, это как эстетически красиво, это радует глаз, это повышает настроение, это все понятно. Вы задайте вопрос стандартному минусуиду, или даже может быть, вот как бы самим себе, а оно по большому счету вам требуется, оно вам для работы нужно, да, плюс это, конечно, будет, с легким оттенком депрессии, но от чего-то можно отказаться, с большой вероятностью можно. Ну, и закон физики, чем меньше программного обеспечения у вас в работе, тем меньше шансов, что оно будет глючить, если надо что-то делать, надо решать какие-то проблемы, и так далее. Вы отказываетесь от каких-то явных ненужных компонентов, и линуксови так очень часто делают, они используют только те программы, которым фактически нужны в работе. хром в линуксе работают, 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 плееры работают, рабочий стол, а он нужен рабочий стол, ну, там, конечно, тоже есть, но очень часто он в качестве входа выступает. Офис, да, офисное приложение, к сожалению, одна из самых драматических историй, которые, в общем-то, в линуксе есть, но нет в таком статусе, чтобы им можно, им можно было в замене Microsoft со специализированными приложениями, к сожалению, проблема точно такая, как мы ее определили в предыдущих частях нашей беседы. Я совершенно ответственно, конечно, осознаю, вам в этом признаюсь, что предложенные меры, это, как сказать, это легкий пульт облегчения, это нисколько нерешивание проблем. Я постарался вам представить основную проблему, чтобы, как бы, вы понимали, почему мы оказались в таком состоянии, значит, что делать, и как эта проблема может решаться, будет она решаться и так далее. Но буду все-таки верить, что какие-то вопросы непонимания, может быть, своего рода такого озлобления на те продукты, которые сейчас массово предлагаются в качестве замены. На какие-то такие вопросы я все-таки ответил. Я подчеркну, что, конечно, такому массовому стрессовому переходу попытки завещения не рад никто. здесь нету людей, которые, конечно, были бы очень рады. И те люди, которые могут что-либо делать, они делают многие вещи, которые от них возможно, к сожалению, конечно, трудовые ресурсы, просто кадровые, они совершенно недостаточны для того, чтобы сейчас полноценно решить те проблемы, которые связаны с импортозамещением. Что будет дальше? время покажет, никто не загадывает, пророков, к сожалению, или к счастью, в рядах инуксов немного, особо нет. Вот, ну, я думаю, что научиться жить в этой истории, конечно, можно. на последнем слайде, на последнем слайде, Татьяна, покажите, пожалуйста, есть мой email, мой канал, в котором я рассматриваю в том числе вопросы импортозамещения. Канал, я признаюсь честно, больше для моих студентов здесь, чтобы они ориентировались, но там очень много новостей интересных для более широкой детали. Все, друзья, если есть вопросы, давайте, пожалуйста, их обсудим, я готов постараться на все ответить. если вопросов нет, то я думаю, что можно будет держать подробно, да, да. Татьяна? Михаил Яти был от Игоря Васильевича. Всем добрый день. Благодаря Linux Astra 35 минут заходил на форум. Подскажите, есть ли курсы по освоению системы? Ну, этот вопрос надо давайте так. Значит, ну, формально отвечаем на этот вопрос. Этот вопрос, конечно, надо адресовать коллегам от Astra Linux. То есть, это их учебная литерия. Значит, так получилось, но это получилось непреднамеренно, что оказался записан курс лекций, который я читаю студентам аудиторные. Ну, собственно, по фундаментальным особенностям Linux технически. Если это, конечно, не пользовательская инструкция, то есть, это не инструкция для пользователей, куда что нажать, там, и что значит сделать. И это пока что вот самое, может быть, лучшее, что у меня есть в распоряжении, но если для кого-то эти лекции представляют ценность, вот, честное слово, не выкладывать их открыто в интернете, но они тоже не хотят, чтобы я в следующем году пустую аудиторию читал. Студент народ такой. Вот, я готов этими записями поделиться. Ну, то есть, презентации и без того открыто лежат, и те лекции, которые читают студенты, они записаны, я готов им поделиться. Это самое лучшее, что я могу предложить от себя. То, что касается прямо у руководства пользователей, документации, ну, я знаком с некоторыми коллегами от Астралинукса, если что, могу их, конечно, потеребить, спросить. Документация у нас, конечно, вообще у линуксоидов, нет, документация неплохо, но она очень фрагментирована, она очень разбросана, и в ней надо научиться правильно ориентироваться, то есть она организована совершенно не так, как документация обладающихся в Киеве. Ну, в строгом смысле это вопрос, конечно, нет. Спасибо, Михаил. Вроде вопросов больше не вижу, да, больше вопросов нет, так что можно, можно, наверное, встречу заканчивать, если кто-то сейчас срочно что-то не напишет в чат. Ну, все, все, если что, я на связи, если что-то нужно еще спросить, то, пожалуйста, пишите, я буду стараться отвечать. все, тогда все.